Пять лет назад пришел с армии, служил на Дальнем Востоке, поступил в следственную школу, отучился полгода и вот пять лет он проработал в центральном РОВД города Волгограда. Два месяца назад он перешел в транспортную полицию. Я перед тем, как случится горе, в субботу была у них в гостях, с ним разговаривала, у него такие были планы с Настенькой. Говорил, что отработает первое число выходное, приедем к тебе. И вот 29-го в день заступил на работу. Вообще он должен был находиться на платформе, встречать поезда. Ну, поезда задерживались в тот день. И получилось, что он оказался вот именно в том месте, где вот был этот террорист. Он первый шагнул на встречу и закрыл с собой остальных людей, которые могли бы пострадать. Все говорят, ваш сын герой. Спасибо вашему сыну, что не пострадали люди. Он просто совершил героический подвиг. Я думаю, что правительство должно по заслугам все это оценить. Он для нас герой. Везде в интернете пишут, что он герой. Люди пишут, те, кто там был, он спас нашу жизнь. Это тяжелая потеря. Это потеря родного братика, которая... невосполнимая потеря. Я не знаю, что еще сказать. Детей еще не было. Он даже детей своих не успел завести. Он все работал, учился. Должен был крестить двоюродного брата, дочку, крестным быть. Готовились к этому. Готовились к свадьбе. Хотели расписаться, завести детей, дом строить в этом году. Не надумали, вот Новый год пройдет. Они с Настей решили, что мы будем строиться, чтобы у нас был свой дом. Теперь все. Все рухнуло, все закончилось. Раз и навсегда. Все это, мужики.